Всем привет! Вы на канале Gadgetmania. Спасибо, что включили данное видео. И сегодня вместе с вами я посмотрю на новенький Honor 10. И если мне повезет, то тут очень новый цвет, мерцающий зеленый. И для того, чтобы вам было интересно смотреть до конца, я вам немножко спойлерну. Еще будет конкурс очень интересного гаджета, но это ближе к концу. Итак, я начинаю. Поехали! Ну вот я и снова в своей импровизированной студии под открытым небом. В общем, курьером вам приедет все новое с полным комплектом, с официальной гарантией год, если заказывать по ссылкам в описании. Если хотите немножко сэкономить денег, то используйте и кэшбэк, и заказывайте на Али. Тоже будут ссылочки в описании. Открываем. Курьер-сервис-экспресс начинает немножко исправляться. Это все приводит в срок. Раньше я на эту компанию неоднократно гнал. Здесь вот так вот все это дело упаковано. Как всегда много пленки, упаковки здесь никакой нет. В общем, вот такой вот хендмейт. Я вам напоминаю, что это первый взгляд. Более подробно будет после того, как я попользуюсь смартфоном. И первый раз за последний год мне что-то прислали в коробке. Может быть, это не Huawei прислала, может быть, что-то другое. А нет, здесь это коробочка. Ну, чтобы ее не запачкать, я ее буду держать вот на таком пакетике. Вам, чтобы было интересно, это выглядит вот таким вот образом. Белая коробка. Поменяли они немножко дизайн своих упаковок. Открываем. Коробка там не очень интересна. Естественно, смартфон не новый, а для обзорщиков и тому подобных людей. Что у нас есть в комплекте? Вот такой вот лоточек. Здесь есть крепко. Есть чехольчик. Это не может не радовать. Хотя, может быть, и новый. Фик его знает. Чехольчик у нас силиконовый, мягенький. Выглядит тоже следующим образом. На улице идет небольшой дождик. По характеристикам ничего сказать не могу. Я знаю, что это смартфон, также поддерживающий технологию искусственного интеллекта. Официальная поставка, поэтому у нас зарядочка вот-вот такая вот. То есть, это фирменная технология SuperCharge от компании Huawei. Естественно, у нас micro, точнее, USB Type-C. Какой micro? Уже пора забыть об этом. И, в принципе, только сам смартфон остался. Он даже в заводских пленках, но эти пленочки немножко вроде как повреждены. Давайте уже типа откроем. Ну, на самом деле, да, смартфоном пользовались. Но смартфон действительно сумеречно. Прикольно, он еще меняет расцветку. Офигеть! Вот такие вот первые мои эмоции. Ну, смотрите, что мне нравится, что он компактный. Он компактный, при этом диагональ у нас достаточно большая. Есть новомодный вырез под камеру. Даже присутствие какой-то защитной пленки. Не знаю, можно ее снимать или нельзя. С виду все выглядит очень-очень новеньким. Первые ощущения тактильные от того, что я держу данный смартфон в руке. Ну, во-первых, это расцветка. Да, действительно, использование градиента в стекле или под стеклом. С обоих сторон здесь стекло. Скорее всего, защищенное. Сохранен у нас 3,5-мм разъем. Это очень хорошо. Я слушать музыку люблю. Очень аккуратно сюда вписался двойной модуль камеры. Светодиодная вспышка. A-A-E камера, то есть с искусственным интеллектом. Вырез. Я не знаю, нужно было добавлять сюда этот вырез, но он здесь присутствует и, в принципе, хорошо. Есть уже прямо в стекло встроенная поверхность, имитирующая кнопку, фирменную кнопку компании Huawei. При этом она, естественно, не нажимается, а только тактильно все это вы ощущаете. Ну и дальше идет полноценная настройка языка. По периферии и кнопкам включения. Все на правой грани, как всегда, стандартно. Клавиши выключения, включения, выключения. Очень хорошо, что на Repres. Я рассказывал в обзоре View 10 об этом. Присутствие инфракрасного датчика. Снизу у нас Type-C. Микрофон 3,5-мм. Здесь еще дополнительный микрофон. Лоточек под карты. Микро-SD, а точнее, наносим-карты. И, скорее всего, встроенную можно карточку памяти сюда. Давайте я сейчас быстренько... Ну а спереди у нас только кнопочка, вырез. Здесь у нас аккуратно очень сделан динамик. И фронтальная камера. Я думаю, что там еще датчик приближения и освещения. И всевозможные датчики, если они здесь установлены. Но главный козырь этого смартфона, во-первых, цвет. Во-вторых, действительно компактно держать в руке такой смартфон. В-третьих, это его цена. От 27 тысяч, по-моему, в официальной российской рознице. Плюс подарки. Плюс официальная гарантия. Все, как вы любите. Или не любите, наоборот. Ну, где-то примерно на несколько тысяч дешевле, если заказывать все это в Китае. Я вам топлю больше, конечно, за официальную поставку. Вот так у нас выглядит дисплей смартфона. Это Full HD Plus разрешение. Вытянутый экран. Не знаю, 19 на 9 или 18 к 9. Пока предстоит только разобраться. Знаю, что здесь процессор точно такой же, как на Vue 10. 970 Kirin. Единственное, что поменьше оперативной памяти. Ее здесь порядка 4 гигов. Точно могу сказать, не в 6 и не в 8. О системе. Телефон. Операционная система Android 8.1. И версия Emotion UI 8.1. 4 гига. Встроенный 115. Ну, скорее всего, 128. И 2280 на 1080 у нас дисплей. Это прикольно. Вообще смартфон очень компактен. При этом здесь действительно большой дисплей. Будет потреблять контент, смотреть фильмы. И, допустим, смотреть фотографии на устройстве. Я думаю, будет очень-очень хорошо. Я не знаю, имеет ли он какую-то защиту от воды, брызг и пыли. Но сейчас под мелким дождем, я думаю, что ничего не произойдет. Сама система из коробки. Ну, конечно, здесь пока ничего не установлено такого лишнего. Работает как надо. Это очень-очень хорошо. Что могу сказать? Вырез. Он необычно смотрится. Я думаю, что в меню можно будет это как-то убрать. Потому что это больше дань моде, чем какая-то действительно физическая необходимость, как это делалось в смартфонах от компании Apple. Ну, сейчас 2018 год. Все, кому не лень, делают такие новомодные вырезы. Ну, для того, чтобы помещалась какая-то информация именно в эти вот два окошечка слева и справа от выреза. Для того, чтобы, скажем так, это все не оставалось чуть ниже на экране. Работаем, ребята. Даже под дождем работаем. Ну что, дружок, ты досмотрел до конца, и поэтому я тебя порадую очень интересным конкурсом. Я так подумал, что лет осталось всего лишь два месяца. Было три, представляете? И в каждый месяц, в конце месяца я буду разыгрывать по одному браслету Xiaomi Mi Band 3. Это новинка, и поэтому, я думаю, вам будет интересно выполнить условия данного розыгрыша. Для того, чтобы участвовать, надо сделать всего лишь несколько простых шагов. Первое. Лайкнуть видео вообще не вопрос, да, для вас. Второе. Это репостнуть в любую социальную сеть. Третье. Обязательно написать комментарий под этим видосом. Любой. Ну, главное, чтобы это было больше одного слова. Для того, чтобы мы могли выбрать победителя. Ну и четвертое. Это подписаться, вступить в наш чат в Телеграме. Подробнее по ссылочке в описании. Все правила конкурса будут мною опубликованы. И в конце каждого месяца, повторюсь, 30 или 31 числа, я буду выбирать одного победителя, которому достанется на халяву. Я закажу с Китая уже непосредственно на его адрес. Xiaomi Mi Band 3. Поэтому, я думаю, будет интересно. Участвуйте, выигрывайте и общайтесь со мной в чат в Телеграме. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, что вы супергерой и хэштег Donald Duck. Я отвечу каждому, кто написал. Смотрите другие мои видосы, пишите свое мнение о Хоноре 10 и участвуйте в розыгрыше. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Подписка там на канал, лайк, шер, колокольчик. В общем, вот все вот эти приблуды ютубовские выполняйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok